Представим себе ситуацию. Вы идете по улице и слышите звук сирены оповещения. И что? Что делать дальше? Узнаем мнение гаража. Ну я зашел в магазин, взял апельсин. Вот в Одессе. Ну может быть в интернете забить в связи с чем-то. Могут проводиться учения. Я не знаю. Должна же быть какая-то официальная информация. Ну конечно неспокойно, мало ли что. А так не знаю даже что принимать. Постараюсь выяснить по ее причину. Наверное посмотрю в интернете, что происходит вообще. Постараюсь включить радио, если бы в автомобиле находиться, чтобы услышать новости. Учения проводятся регулярно. И всегда оказывается, что это учения. И реально, когда это будет не учение, люди не будут об этом знать. И будут вести себя обычно. Обычно вели себя сегодня и жители поселка Затон. Кстати, звук сирены многие здесь просто не слышали. А ведь Затон топит довольно регулярно. Жители переживают, что быстрее любой информации к ним придет вода. Сирены нет. И связи тоже нет. Вообще связи-то нет, никакой информации. Ни радио нигде, да? Ну а у нас радио-то нет. Вот. А колокол он стоит, но информации нет, не доходит. Да никак не повещали. Ну а как тут оповещают? Поселок заброшен. Абсолютно никак. И никогда не повещали. Администрация плохо работает здесь. Никогда не повещали. Даже в 2014 году плавали все. И никто не предупредил, когда они за нее повещали. Только видели, что вот собираются на площади МЧС. Все, больше ничего. Электросирены установлены в каждом райцентре, в каждом городе. Всего их края около 500. Как пояснили нам в МЧС, система оповещения проверяет с 91-го года. И только на территории Барнаула подобных устройств более 140. Так что слышать пронзительный звук, по сути, должен каждый. Ведь информирует он о возможной угрозе. Чтобы знать, что произошло и как действовать дальше, необходимо включить радио или телевизор. Там все расскажут. Не сегодня, ведь тревога профилактическая. А жители Затона продолжают надеяться, что сирену и впредь не услышат. Но не потому, что не работает радиорубка на местной администрации, а потому, что паводок обойдет их стороной. Никита Ермаков, Николай Шилко. День с толком.